Всем привет! Походу у нас большинство влогов начинаются именно из автомобиля, но как есть, сегодня 7 число, 7 сентября, и первую рабочую неделю можно официально считать закрытой, законченной. И, пользуясь тем, что сейчас в Литве ещё тепло, мы решили поехать в соседний городок на экскурсию. Немного поснимать с квадрокоптера и просто посмотреть, потому что я там ещё не была. Это городок Кернава, да? Кернава. И у Саши, кстати, есть видео из этого городка. Там был фестиваль, и он, может быть, оставит где-то ссылочку на это видео. Так что мне даже интересно, что там будет, потому что я это видео смотрела, но сама физически там ещё не была. Так что посмотрим. Сейчас будут литовские горки. Очень крутой подъём. Мы так понимаем, что здесь реставрируют церковь, или, может, это храм. Это костел, я думаю, больше всего, что это костел. Но издалека это похоже на какую-то обсерваторию, вот как крыши такие круглые. Но интересно. Погода шик. Блеск. Шик-блеск. Солнышко блестит, светит. Птицы в машине, правда, не поют, но ничего. Я вкратце вам расскажу, зрителям нашего общего канала, как прошла моя рабочая неделя. Я учусь в том же университете, где учится и работает Саша в ГТУ, но на другом факультете, на факультете электроники. И на этой неделе у меня было три рабочих дня. Два рабочих дня, потому что 1 сентября, 2 сентября, это была линейка, мы на неё не пошли, но тоже как рабочий день. И во вторник, 3 сентября, была первая лекция по нейронным сетям. И я, конечно, очень-очень-очень сильно в восторге от этой лекции, от преподавателя, от того, насколько он делегатно объясняет и подходит к своему предмету. Но, к сожалению, на всех лекциях я была одна, потому что у меня очень маленькая группа иностранных студентов. Мы обучаемся на английском языке, и в моей группе всего 4 человека. И ещё один литовец, который обучается тоже на английском языке, и никого из них я пока, к сожалению, не видела. Но мне, конечно, было бы очень интересно с ними познакомиться. И я очень надеюсь, что на следующей неделе они уже будут, или кто-то из них, потому что как-то очень одиноко с преподавателем на лекциях сидеть. Вторая лекция у меня была в четверг, и это был предмет связан с радиокоммуникациями. Это то, что я изучала в Украине все три года, и до этого в колледже, и мне предмет показался несложным, но, конечно, всё со временем познается, всё лабораторное. Пока что очень интересно. Я смотрю, что в Литве преподаватели очень добродушные, и они стараются помочь студенту объяснить, как ему лучше закрыть предмет, сразу объясняют, из чего будет состоять финальная оценка, потому что у нас, ну, у меня лично на факультете бывало часто так, там, когда я училась на бакалавриате, часто бывало так, что мы не знали в конце, вот, по завершении курса, как нас вообще будут оценивать, то есть из чего состоит финальная оценка. Поэтому пока что у меня очень хорошее впечатление, и я посмотрю, как всё будет дальше, но, конечно, надеюсь на лучшее. По пути в Кернаве мы проезжаем маленький такой посёлок Дукштос, и здесь вот такой красивый костёл Святой Анны. Он очень красивый. Сейчас постараюсь вам его показать. Вот. Мы приехали в Кернаве на маленькую экскурсию. Вы не ожидали, мы же об этом вам говорили уже. Сейчас покажем здесь. Здесь, кстати, есть железина с вилкос, или, как правильно, по-литовски, железный волк. И посмотрим, откуда начиналась Литва. Да, Саша, мне сейчас рассказывают, что Кернаве считается первой столицей. Одной из первых. Одной из первых, да. Я точно не помню, но помню, что одной из первых. Что мы будем смотреть холмы. Да, остались только холмы. Ну, мы сейчас всё покажем. Пошли волка покажем. Солнце шикарное. Продолжение следует... открыть с апреля по октябрь и с ноября поможет закрыть экспозиции сразу столько мошек живности да мы идем к смотровой откуда открываются вид на на всю местность три холма до нерис река где можно пройти или можно а а а а а В этом году на фестиваль мы не успели. Мы занимались в Украине документами и все процедуры, чтобы приехать легко. Возможно, в следующем году мы приедем на фестиваль. Еще, помню, меня приглашали на фестиваль вишни ближе к латвийской границе. Тоже на него не успели. Такой этот год получился. Ну, покажем вам карнавы с высоты птичьего полета. Все-таки это же тоже интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!